Всем привет! Меня зовут Мария Сафина, я нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Вы находитесь на моем канале Здоровый образ жизни в удовольствии. Сегодня мы с вами поговорим про орехи кешью, рассмотрим их нутритивный состав и найдем им место в здоровом рационе. Итак, поехали! Во-первых, и ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения и диетические рекомендации для американцев и других различных стран, и Канады, и так далее, рекомендуют орехи в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, потому что они содержат высокое количество полиненасыщенных жирных кислот, таких как омега-3, и содержат высокое количество мононенасыщенных жирных кислот, такие как олеиновая жирная кислота омега-9. И именно эти жирные кислоты связаны с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, профилактикой ишемической болезни сердца и также улучшением липидного состава крови. То есть орехи способны улучшить липидный профиль крови, поднять липопротеины высокой плотности, снизить липопротеины низкой плотности и снизить количество общего холестерина. Однако кешью не включены в состав данных орехов. И сейчас мы с вами будем разбираться почему. Как всегда, виной, так сказать, всему, причиной и объяснением является нутритивный состав. Давайте сначала посмотрим на калорийность данных орехов. Они достаточно калорийные, 600 ккал на 100 грамм продукта. Именно поэтому самое лучшее число для включения орехов это до 30-35 граммов в день. Это в среднем. Но если рассматривать каждого индивидуального человека, здесь плюс-минус. Далее смотрим по белку. Белка высокое количество, белок неполноценный, лимитирует по аминокислоте лизину. Белок усваивается достаточно хорошо, потому что вообще кешью это всегда орех термообработанный в 100% случаях. То есть сыроедческого кешью нет. То, что в сыроедческих магазинах пишут, что есть какой-то сыроедческий шоколад с сыроедческим кешью. На самом деле ни сыроедческого шоколада нет, потому что какао-бобы ферментируются при достаточно высокой температуре все. Там от 60 градусов будет. И кешью тоже всегда подвергается термообработке, потому что при получении термообработка инактивирует токсические вещества, выделяемые, соответственно, оболочкой самого вот этого яблока кешью. Именно поэтому кешью достаточно легко воспринимается ЖКТ, то есть так как он уже обработан, то белки достаточно быстро всасываются. Может быть такой вот легкой альтернативой другим орехам, таким как миндаль, допустим, и фундук, которые у некоторых вызывают затруднения со стороны ЖКТ. Если мы посмотрим на углеводный состав, то мы видим, что углеводов достаточно много, больше, чем в других орехах. И если мы эти углеводы рассмотрим по фракциям, то высокое количество крахмала, кешью, стоит на втором месте после макадамии по количеству простых сахаров. 5 граммов простых сахаров, то есть сахарозы, дисахарида на 100 грамм орехов и небольшое количество по 0,5 граммов фруктозы и глюкозы. Что это значит? Что орешки сами по себе сладковаты, именно поэтому люди их выбирают, они такие вкусненькие, плюс еще обжаренные. Обжарка, она придает такой ореховый еще вкус именно орешкам. Именно поэтому кешью являются на самом деле одним из самых распространенных орехов и в США, и в других странах мира. Их ежегодное потребление примерно 0,42 килограмма на душу населения в год, и это потребление растет. Если мы посмотрим на состав жирных кислот кешью, то увидим, что 60% занимают мононенасыщенные жирные кислоты. Это алииновая жирная кислота. Мононенасыщенная имеет одну двойную связь в молекуле. Связана мононенасыщенная жирная олеиновая кислота с профилактикой атеросклероза, со средиземноморским типом питания, с нормализацией липидного профиля крови, и это отлично. И если мы далее рассмотрим, то 19% занимают полиненасыщенные жирные кислоты. Это линолевая и линоленовая жирные кислоты омега-6 и омега-3. Соотношение между этими жирными кислотами в орехах к кешью 1 к 40, то есть омега-6 в 40 раз больше, чем омега-3. Это соотношение не совсем благоприятное, так как идеальным считается 1 к 5, дефис 10. Благоприятное соотношение улучшает усвоение и омега-6, и омега-3, и нормализует поступление провоспалительных факторов, таких как избыток омега-6. Напомню, что избыток омега-6 в питании связан с ростом провоспалительных факторов, а хорошее достаточное потребление омега-3 связано с противовоспалительными факторами. Поэтому, если на все жирные кислоты смотреть, то, конечно, надо всегда обращать внимание, чтобы в питании было достаточное количество источников омега-3 жирных кислот. И эти орехи не относятся к приоритетным источникам омега-3 жирных кислот. И далее, насыщенных жиров в данных орехах больше, чем в других остальных орехах, их 19%, и это та причина, по которой эти орешки не включены в те самые 30 грамм, которые рекомендуется в день употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь, конечно, еще присутствует тот фактор, что все орехи кешью у нас жареные в промышленности и в продаже соответственно. То есть, все жиры достаточно быстро окисляются, несмотря на высокое количество витамина Е в данных орехах. Насыщенные жиры представлены жирными кислотами пальмитиновой, стеариновой, меристиновой. И стеариновой жирной кислоты в этих орехах больше, чем в любых других орехах. Стеариновая кислота напрямую не связана с ростом холестерина в крови, потому что, в принципе, холестерина в кешью нет, как и в других орехах. Но высокий в общем уровень насыщенных жиров в орехах связан. Есть исследования, которые показывают, что кешью действительно нормализует липидный обмен, действительно повышает липопротеин высокой плотности. Это было при замене у людей, находящихся на традиционной американской диете. То есть, много жирного, много рафинированных продуктов, много фастфуда, много насыщенных и трансжиров. При снижении калорийности рациона и при замене части вот этих переработанных жиров жирами из орехов. То есть, убирали часть калорийности рациона и рафинированных снеков и вносили вот эти 30 грамм орехов. При этом человек питался на свою калорийность рациона, то есть, чтобы не набирать вес. И вследствие того, что из рациона испытуемых уходили трансжиры, насыщенные жиры и на их место хотя бы какие-то мононенасыщенные жирные кислоты из кешью-то поступали. И полиненасыщенные, да, у них улучшались липидные маркеры крови. Но есть исследования, которые показывают, что примерно в таких же условиях ситуация не меняется. Но она и не ухудшается. То есть, плохой холестерин-то, лип протеины низкой плотности не поднимаются. Поэтому, смотрите, здесь я как нутрициолог могу сделать вот такой вывод. Что кешью, да, орех достаточно хороший, но при этом нужно понимать, что это орех не оптимальный. То есть, его на первое место среди орешков, которые вы употребляете в день, допустим, по 30-35 грамм ставить не нужно. Есть огромное количество орехов с более оптимальным составом. Такие, допустим, как грецкий орех, такие как пекан, такие как миндаль, такие как фундук. Во-первых, они выпускаются в нетермообработанном виде. То есть, вообще, самые лучшие орехи для употребления это именно нетермообработанные орехи. И, во-вторых, у них совершенно другой липидный профиль. То есть, больше омега-3 или больше омега-9 и намного меньше насыщенных жирных кислот. На самом деле, насыщенные жиры очень легко набрать. Человек их отлично набирает, а вот полиненасыщенные не набирают. Поэтому здесь вам решать. Если вы действительно любите кешью, вы можете в составе вот этих 30 граммов орехов кешью добавить. В данных орехов много витамина К. Это витамин, который способствует эритропоезу и профилактике тромбообразования. Также он участвует в образовании активной формы витамина D. И, соответственно, влияет на профилактику остеопороза. Высокое количество жиростворимого витамина E. 38% подсуточной потребности. Это витамин, антиоксидант, мембранный стабилизатор. И, соответственно, он влияет прямым образом на тонус нашей сосудистой стенки. Влияет на профилактику атеросклероза в том числе. Также по минералам. Хотела бы заметить, что и высокое количество цинка, и высокое количество селена. Это два вещества, которые входят в состав различных ферментов. Или активируют ферменты нашей родной детоксикационной системы печени. Допустим, селен нужен для работы фермента глутатион пероксидаза. Он туда не входит, но данный фермент не работает без набора должного количества селена. Селен выводит различные тяжелые металлы, канцерогенные соединения у нас в организме. И является тоже и стабилизатором мембран, стабилизатором клеточной стенки. И, соответственно, прерывает различные цепи окислительных реакций, которые у нас в организме могут протекать. И цинк, важнейший минерал, который участвует и в работе репродуктивной системы, то есть в синтезе тестостерона, и в работе покровов наших различных, то есть заживления ран, заживления слизистых. И также участвует в работе фермента цинк, медь, зависимая супероксид дисмутаза. Также там участвует медь. И вы видите по картинкам, что меди как раз очень много в данных орехах. Поэтому достаточно хороший минеральный состав. И ради минерального состава, в принципе, включать можно. Но при этом нужно понимать, что и в других орехах минеральный состав не проигрывает. Также в данных орехах присутствует магний в высоком количестве, который дает нам энергию. Присутствуют фосфор, кальций и другие различные элементы. По витаминам присутствуют витамины группы В, то есть В1, вы видите, витамин тоже энергетический, участвует в создании нейромедиаторов различных, различных заменимых аминокислот, которые синтезируют у нас в организме. Другие витамины группы В, такие как В3, В6, витаминов В12, витамина С, витамина Д, в данных орехах нет. И веганы очень часто употребляют большое количество кешью, и, к сожалению, нужно понимать, что данных витаминов они оттуда не получают. И вы тоже должны понимать, что витамина Д, допустим, витамина В12 и витамина С антиоксиданта из данных орехов мы не получаем, но получаем из другой продукции. Если еще говорить по углеводам, в орехах кешью достаточно высокое количество крахмала. Крахмала мы не боимся, понимаем, что это полисахарид, сложный углевод, и он дает достаточно хорошую сытость. Также в составе жиров кешью есть такие прекрасные соединения, как фитостеролы. И самым главным из них на 80-85% в составе орехов является бета-ситостерол. Он связан с выведением лишнего холестерина, он связан вообще с улучшением состава вот этого липидного крови, тоже с повышением лип-протеинов высокой плотности, нормализация общего холестерина и используется как профилактика атеросклероза. То есть здесь плюс. Но я хочу вам сказать, что фитостеролы содержатся практически во всех орехах, поэтому данный компонент, он не только в кешью содержится, и именно из-за него выбирать кешью смысла никакого не имеет. Также в кешью высокое количество биотина, витамин H. Это витамин, который отвечает, соответственно, за красоту, увлажненность, молодость кожи, волос и ногтей. Все орехи являются аллергенами. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Аллергия идет именно на белки орехов. Поэтому людям, у которых есть чувствительность к, соответственно, орешкам различным, есть какие-то кожные реакции, есть реакции со стороны дыхательной системы. Нужно обратить на это внимание. Количество зарегистрированных случаев аллергии от орехов к кешью растет. И сейчас орех к кешью признан одним из самых аллергенных орехов практически наравне с арахисом. Арахис на первом месте. Но все-таки ученые это связывают с тем, что арахис является одним из самых употребляемых орехов. И поэтому и количество случаев аллергии на него достаточно высокое. Зарегистрированное. То же самое к кешью сейчас по продажам очень сильно растет. Именно поэтому растет количество аллергии, случаев различных, вплоть, кстати, до анафилактического шока после употребления орехов на кешью. Также очень важно отследить аллергические реакции у детей на различные виды орехов. И соответственно единственным здесь выходом будет для людей чувствительных к белку ореха кешью снизить его количество в питании. У некоторых орехов обжарка уменьшает воздействие аллергенов. Но к кешью не относятся к ним. К ним относятся миндаль и фундук. Очень часто аллергия на кешью связана с аллергией на фисташки. То есть если у человека отрицательная реакция на фисташки, то скорее всего она будет и на кешью. Потому что данные орехи близки по своему ботаническому происхождению. И как всегда делюсь интересными исследованиями по данной теме. Ссылочка здесь внизу. Первое исследование. Кешью нормализует липидный профиль крови при рациональном питании без профицита калорий. Когда человек питается на свою калорийность рациона. То о чем я говорила. При замене кешью части переработанных жиров и высоко усвояемых рафинированных углеводов в составе традиционной американской диеты. Смотрите какой был состав питания у людей, которые участвовали в исследовании. Они ели от 28 до 64 граммов кешью. Ну соответственно разделили согласно физической активности. И состав питания был следующий. 50% килокалорий из углеводов с акцентом на сложные углеводы. То есть хорошее питание это было рационально сбалансированное. 18% из белка. И 32% из жиров. И заметили снижение общего холестерина и лип протеинов низкой плотности. И соответственно данные орехи были рекомендованы как замена рафинированных и высоко переработанных жиров для улучшения липидных маркеров крови. Холестерин лип протеинов низкой плотности снизился на 4,8%. И общий холестерин на 3,9%. Следующее исследование тоже с положительным результатом. Это Индия. Проводилось на людях с сахарным диабетом 2 типа. Участвовали 300 человек. 12 недель употребляли по горсти кешью. 30 граммов. Соответственно питание тоже было непрофицитным. Рациональным. Употребление орехов кешью снижало систолическое давление и повышало концентрацию хорошего холестерина. И не влияло на изменение массы тела. Ну конечно если человек не переедает по калориям, то он толстеть не будет. То есть в принципе можно использовать в питании людей с сахарным диабетом. И следующее исследование, оно уже показывает, что кешью никак не влияет на уровень липидов крови. Люди ели аж по 42 грамма орехов кешью в день, что составляет полторы примерно порции стандартной в течение 4 недель. Не было выявлено никаких изменений и в уровне липидов, и в артериальном давлении, и в глюкозе крови. То есть влияния на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний нет. Еще одно исследование тоже без изменений каких-то. Соответственно все исследования можете почитать, очень интересно. Там кстати про кешью много всего написано, таблички разные есть. Следующее влияние потребления орехов на состав тела и различные маркеры. Такие как индекс массы тела, окружность талии, уровень сахара в крови, инсулин. В исследовании было объединено 6 клинических испытаний, всего 521 человек, и как вывод, не влияет ни на что. То есть если не переедать, просто орехи включать, то влияния никакого не будет. И последнее интересное исследование проводилось на 392 участниках. Влияние употребления орехов кешью в составе питания, 30 грамм тоже питания, на свою калорийность рациона, на артериальное давление и на изменение липидного профиля крови. Не влияет на липидный профиль, на диастолическое артериальное давление, но систолическое артериальное давление поможет снизить. Какие выводы можно сделать из данной информации? Прежде чем вводить какой-то продукт в свой рацион, посмотрите, что он нам дает по нутритивному составу на биохимическом уровне, и как это влияет. Потому что очень часто распространенные и рекламируемые продукты, это продукты неоптимальные для поддержания здоровья и функциональности организма на долгие годы. Часто эти продукты можно сравнить с такими вспышками. Маркетинговая какая-то компания, продукт вспыхнул, все о нем узнали, подогретый интерес, люди на него набросились, покупают. А что они покупают в плане нутритивной ценности, с этим продуктом люди не разбираются. Поэтому всегда проверяйте. Если хотите погрузиться в мир нутрициологии и вот так вот действительно свое питание разобрать, и по белкам, и по жирным кислотам, и по углеводам, я буду рада видеть вас на своем курсе «Искусство здорового рациона». Ссылочка на курс, на отзывы участников, на здоровой тарелке участников здесь внизу под моим видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, тоже ссылочка здесь под видео. Буду рада быть полезной для вас другими видео на моем канале. Будьте здоровы, желаю вам прекрасного дня. С вами была Мария Сафина, нутрицолог, специалист по здоровому питанию. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!